В поселке имени Горького в субботу днем из-за пала травы сгорела частная усадьба. Пожарные прибыли на место, когда уже вовсю полыхала крыша кирпичного дома и надворные постройки. Площадь пожара караул оценил в 70 квадратных метров. Этот дом край не на улице, справа от него находится пустырь. С другой стороны, за деревянной оградой, стройплощадка на ней возводят коттеджи. Казалось, брендмейстеров вызвали вовремя. Когда соседи начали звонить в пожарную часть, огонь охватил только забор. Пяти минут, которые потребовалось спасателям добраться до пожара, хватило, чтобы ветер донес искры и до самого дома. Там работники есть, там дома строят. Они там что-то жгли. Ну и видать пошло все. Моментально. Мы только по огороду ходили буквально. Домой зашла на две минуты и все, пошло, пошло. Хозяйка участка была внутри дома. О том, что во дворе бушует пламя, женщина и не подозревала. О ЧП ее оповестили соседи. Гороженка выбежала на улицу, чтобы потушить ограду, а вот вернуться в дом уже не смогла. Внутри остались несколько кошек, домашней любимицы. Постройка начала гореть с крыши. Я дома была, я не слышала, у вас же окна пластиковые, не слышно ничего. Даже ни запаха, ничего не почувствовала? Нет, что горит чего. Вот мне соседка позвонила, выйди, говорит, на улицу. Горит забор. А как от забора дом-то загорелся? Ветер. Там же трава сухая, она перекинулась на сарай, там уже сарай еще. Сарай и все на крышу. Это не первый раз вот такая ерунка потеряется? У нас сколько раз горел забор? Это же из-за этой травы вот сухой. Это в этом году уже горел? Нет, у нас каждый год горит. Огонь уничтожил кровлю. Когда прогорели чердачные перекрытия, произошло обрушение. Жилой постройке потребуется капитальный ремонт. Спасти несколько надворных строений пожарные не смогли. Деревянный сарай огонь уничтожил полностью. С места происшествия Елена Чагина, Анна Карпова и Павел Рогатин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!